Вице-губернатор Рязанской губернии сообщал, что принято решение относительно высылки за участие в восстании в 1877 году. В Калужскую, Орловскую губернии и Западную Сибирь по распоряжению Департамента полиции были высланы 32 виновных Абхаза Кадорского участка. А из села Дранды в город Сальвычегодск Вологодской губернии царские власти выслали Мурзакана Лакербай, Хвата Гумба, Ханаша Мукба, Чича Иванба, из Джгерды Хрипса и Беслана Маршания, Шмафа Циба и Хита Ашуба. В частности, Хрипс Маршания был выслан за то, что в истекшую войну с Турцией вместе с другими восставшими Абхазами был взят в плен с оружием в руках, сообщает газета «Новое время». 14 мая 1913 года в Сухуми в Театре Алоизи состоялся концерт гречанки Талии Сабанеевой, урожденной Митараки, и талантливого певца Орда. 14 мая 1989 года Совет министров Грузинской ССР издал распоряжение о создании в Сухуми филиала Тбилисского государственного университета. 14 мая 1991 года Блок Союз выступил с обращением к народу Абхазии с призывом бойкотировать выборы президента Грузии 26 мая. 4 мая 1994 года в Москве при посредничестве России подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил в зоне грузино-абхазского конфликта. С июня 1994 года в Абхазии были размещены коллективные силы по поддержанию мира, которые прекратили свое существование после признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия. 14 мая 2010 года в Сухуми подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами Республики Абхазия и Кабардино-Балкарской Республики. В соответствии с меморандумом депутаты парламентов Республики Абхазия и Кабардино-Балкарской Республики будут обмениваться опытом создания правовой базы, проводить совместные встречи, консультации и переговоры, осуществлять информационный обмен. Парламенты Абхазии и Кабардино-Балкарии также поддерживают расширение культурных связей и контактов между республиками. 14 мая 2010 года в Сухуми состоялась презентация книги «Наш Владислав». Книга издана при поддержке Российского фонда Владислава Ардзенба «Содействие развитию экономических и культурных связей с Республикой Абхазия». В сборник вошли фрагменты выступлений Ардзенба, интервью, бесед, отдельные его высказывания. В книгу также включены размышления абхазских и зарубежных общественных деятелей, публицистов, представителей интеллигенции, ветеранов национально-освободительного движения и Отечественной войны народа Абхазии. 14 мая 2010 года в Абиге открылась первая научная конференция, посвященная 65-летию со дня рождения Владислава Ардзенба, первого президента Абхазии, доктора исторических наук академика Академии наук Абхазии. 14 мая 2010 года указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия Сократ Джинджолия награжден орденом дружбы. 14 мая 1945 года родился Владислав Ардзенба, основоположник современного абхазского государства, первый президент Республики Абхазия, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хатов и хетов, исследователь абхазо-адыгских нардских сказаний, их языков и мифоэпических традиций, лауреат Международной кондуровской премии, герой Абхазии и кавалер ордена Айцапша первой степени. Выпускник Сухомского государственного педагогического института поступил в аспирантуру Института Востоковедения Академии наук СССР, работал там же, занимаясь исследованиями в области истории Древнего Востока, был заведующим отдела Древнего Востока. В 1988 году Владислав Арзенба был назначен директором Абхазского института языка, литературы и истории. В том же году избирается депутатом Верховного Совета Абхазской АССР, а через год он народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, председатель подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований. По его инициативе и при непосредственном участии был выработан и принят ряд законов, а также поправок Конституции СССР, закреплявших суверенный государственный статус бывших автономных республик. В 1990 году Владислав Арзенба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом грузино-абхазской войны Арзенба – председатель Государственного комитета обороны, главнокомандующий вооруженными силами, возглавляет национально-освободительную борьбу народа Абхазии, приведшую к великой победе. В период деятельности Арзенба как государственного деятеля восстановлено действие Конституции Абхазии 1925 года. Верховным Советом Республики принято решение о восстановлении исторических названий Абхазии. Создано Министерство обороны. Сформирована абхазская армия. Грузинские войска изгнаны с территории Абхазии. Подписано заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта. Кроме того, введен миротворческий контингент российских войск по линии противостояния на границе Абхазии с Грузией. Заключены договора о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и рядом других республик. Принята новая конституция суверенного абхазского государства, субъекта международного права, а также приняты герб, флаг и гимн республики. Абхазский язык признан государственным языком Республики Абхазия. Учреждена Академия наук Абхазии. Принят акт о государственной независимости Республики Абхазия. Владислав Ардзенба – известный ученый-хитолог, кавказовед, автор более 40 научных трудов, включающих в себя монографию, статьи и рецензии. В научных разысканиях Ардзенба, связанных с абхазо-адыгскими мифоэпическими традициями, в центре внимания стоял нардский эпос. Основательное знание культур Древней Анатолии дало ему возможность по-новому взглянуть на кавказский мифоэпический материал. Научные достижения Ардзенба в области исследований Древней Анатолии высоко оцениваются и учитываются учеными всего мира, изучающими древние цивилизации. Владислава Ардзенба не стала на 65-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Согласно оставленному завещанию, он похоронен в родной Нижней Эшере, недалеко от реки Гумиста, где во время Отечественной войны народа Абхазии проходила линия фронта. Решением правительственной комиссии по увековечению памяти Ардзенба его имя присвоено Сухумскому международному аэропорту. Одна из главных магистралей столицы Абхазии носит имя первого президента. Учреждены именные стипендии имени Владислава Ардзенба. Памятник Ардзенбе будет установлен на площади свободы в Сухуми. В целом я считаю, что я счастливый человек, если так в целом брать, хотя вот те испытания, которые выпали на долю нашего народа, и то, что происходило, и то, что сегодня, конечно, это оставляет очень тяжелый след в душе. Ну, я думаю, что все же у нас есть и хорошее будущее, вот, и дай Бог, чтобы Всевышний всегда как-то хранил всех нас, весь наш народ, вот. В этом я вижу счастье, вот, сегодня, коль скоро я непосредственно связан со всем тем, что происходит, в этом как раз я вижу счастье и свое, и счастье нашего народа. 14 мая 1935 года родился Мирот Гожба, кавалер Ордена Леона, участник национально-освободительного движения, абхазский сказитель. Отец Мирота Гожба был бойцом отряда Керас, репрессирован в 1937 году. В мае 93-го по поручению Владислава Ардзенба вместе с Феней Авицба и Рушбеем Смыр находился в Турции, встречался с представителями абхазской диаспоры. В 2006 году в Сухуми вышла его книга на абхазском языке «Родник Хурбыца», где собраны его статьи, записи об абхазском этикете, обычаях, языке. Большая дружба связывала его с выдающимися людьми Владиславом Ардзенба, Мушнием Хварцке, абхазскими писателями, учеными, художниками, актерами. Мирот Гожба геройский погиб в ожесточенных боях за освобождение города Сухум. Я, если можно, сравниваю абхазец, это как пчела. Пчел, тоже абхазский пчел очень миролюбив. Она польза приносит народу, мед, сладость. Но его, когда раздражаешь или что-нибудь такого сделаешь, он, несмотря все это, на смерть идет. Абхазская пчела тоже кусает? Тоже кусает здорово. Абхазцы никогда не хотят чужой. Ну и свое тоже никому никогда не даст. За последние 10 лет, в день 14 мая, самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это 23 градуса. Самая же низкая в 2015 году – 10 градусов. Субтитры подогнал «Симон»!